Сегодня мы поговорим про внедрение работы в DFC COPS и конкретно разберем топик обеспечения безопасности в кубернетис. Напишите в чат плюс, если меня слышно, видно. Тема открытого урока обеспечения безопасности в кубернетис. Меня зовут Руслан Сафин. У меня суммарно 20 лет опыта в DFC COPS, DevOps, Cyber Security. В общем, пока все это не стало хайповым и модным. Я являюсь преподавателем курса внедрения и работы в DFC COPS в отусе. Маршрут вебинара сегодняшнего – это знакомство, краткий рассказ об отус, рассказ про объекты в кубернетис, рассказ про безопасность во время выполнения. Это рантайм, информация о команде нашего курса, немного информации о курсе и бонусом карьерной информации о том, что происходит на рынке с вакансиями и с вилками. Можете в чат написать, как вас зовут, откуда вы, ваш опыт и с какой целью записались на занятия. Смотрите, все это, кстати. Смотрите, все это. окей поправил вебинары отлично дмитрий сок л1 энди форм безопасность 15 лет роман москва 20 плюс знакомства константин джуньор девопс проербак мы поговорим не настолько наверное много как хотелось бы но не стеняйтесь активно участвовать давать вопросы вопросы вижу отвечать постараюсь по возможности где-то в конце топика где-то возможно сразу зависит от вопроса этого раскрыт ли он в теме коротко ботус отус это компания специализируется на обучении войти фишка это программы для специалистов с опытом и быстрый запуск курсов по новым набирающим популярность технологиям и главный пункт это отус это компания на образование соответственно выдается сертификат диплом о прохождении курсов по повышению квалификации которую можете официально показать размахивать им у нас есть много разных технологических партнеров технологических компаний и материала мы готовим от джуниоров до лидов все наши курсы это официальные квалификации и профессиональные подготовки вы можете показывать в отделе кадров когда пойдете закончить направление курсов программирование инфраструктура тестирование аналитика дата сайенс управление геймдер безопасность и девопс девсек опс поэтому я думаю самый популярный скоб мы покрываем спокойно вот у цифров это 130 плюс курсов более 600 преподавателей 6 лет с момента основания 20 тысяч выпускников и порядка четырехсот тридцати тысяч даже больше комьюнити это люди которые читают наши блоги и общаются в чатах делятся оптом на наших площадках напишите пожалуйста в чат подходящий ответ учились ли у нас компании если не учились услышали о нас и если впервые знакомить сотус то троечка одиночка двойка соответственно отлично обеспечение безопасности кубернетис понял из чата что всем интересно послушать про кубернетис и не сильно глубоко видимо работали цель вебинар познакомиться с средствами обеспечения безопасности кубернетис после занятия вы будете иметь представление как же и можно обеспечить безопасности тут можно было задать вопрос но не буду вечером мучить лишним вопросами самый маленький объект кубернетис это под не соответственно абстракции идут выше это абстракция более высокого уровня это сервис deployment ноды и кластер есть ноды и делится на мастер и форкеров мастер соответственно управляют воркеры и вполне полезно нагрузку в принципе наверно плюс-минус такое капитанство чтобы синхронизироваться и быть on the same page пример простейшего манифеста это deployment у нас есть его имя my app deployment его label my app мы обозначаем что используется в deployment две реплики на двух воркер не будет работать окей я убежал сильно вот это контейнер либо группы контейнеров в отличие от докера кубернетис оперирует не отдельными контейнерами а под им внутри пода может быть как один контейнер это наиболее частый кейс либо несколько контейнеров они обеспечивают какую-то общую задачу надеюсь ответил вопрос так соответственно мы указываем темплейт указываем если работали с композами то секции контейнерс не выделяется наверно курсор мы видно экране или нет отлично то есть секция контейнерс внутри секции мы объявляем имя контейнера объявляем образ с которым этот контейнер будем запускать а порты которые мы будем представлять сервисом и можем указать лайф на спробу ну то есть чтобы кубернетис понимал что наш наше приложение на живое его не нужно перри перезапускать перестать вот большое отличие кубернетиса от докера в том что докер это среда для запуска приложений кубернетис это средства для оркестрации для запуска контейнеров кубернетис средства для контейнеров и поддержите в нужном состоянии если он видит что какой-то контейнер не работает то есть не отвечает своевременно у него лайф на спробы не проходит он тот контейнер удалит и создаст новый такой же параметрам все выглядит хорошо но слишком много опущений то есть мы можем использовать привилегии мы можем наполнять нашим контейнером какие-то дополнительные привилегии монтировать точки и монтировать волюмы и так далее смонтировать файлы какие-то процессы из за предел в контейнер поэтому мы сейчас попробуем рассмотреть специфику защиту кубернетиса и лучшие практики безопасности для каждого этапа жизненного цикла развертывая приложение кубернетис если кто-то работал в кубернетисе можете в принципе в разработке можете сказать этапы жизненного цикла написать в чат разработки окей чтобы сильно не затягивать это чаще всего это сборка это деплой и это рантайм соответственно мы идем от билда инфраструктурные контролы контрол деплоймента контролы рантайма и общая observability и trend detection то есть то что нам нужно в кластере для более-менее понимания того что у нас происходит чем у нас пасть живет безопасность времени сборки это сканирование исходного кода образов их роды нинг как операционной системы хоста так и с точки зрения минимизации поверхности атаки про сканирование кода наверное плюс-минус все слышали это создаст принципе опять же плюс-минус во многих компаниях процесс уже внедрены сканирование образов опять же мы можем проверять любым сканером уязвимости дидепенденсии что у нас находится внутри образа то есть образы докера и образы кубернетиса образ контейнер тик на самом деле неважно они внутри содержат какой-то набор библиотек набор файлов который позволяет нам запускать нашу полезную грузку соответственно эти библиотеки файлы они могут содержать себе уязвимости и мы хотим их обновлять фиксить до того как они уехали в продакшн для этого нам нужно сканирование образов сканирование кода это по поводу того что разработчики иногда забывают экранировать ввод от пользователя пропускает SQL XS и так далее вещи мы их тоже не хотим вкатывать продакшн соответственно мы на этапе сборки образа можем все запустить сканерами прогнать и посмотреть не натворили ли разработчики того что не нужно усилия защиты стороны операционной системы хоста самом деле об этом я могу рассуждать очень долго но чтобы сильно не тратить время есть замечательный документ это CIS benchmark и стик большинстве случаев этого прямо вот достаточно чтобы защититься очень хорошо ну на достаточном уровне атака была более дорогой чем защита системы а если отталкиваться от российских есть госп цифрах я сейчас не вспомню но всегда можно загуглить это адаптация как раз CIS benchmark к реалиям минимизация поверхности атаки это один наверное из самых важных моментов поинтов это отсутствие неиспользуемых приложений библиотек файлов внутри наших образов и внутри хостов на которых запускается наш кубернетис кластер в принципе это актуально на самом деле и для чего угодно не только для кубернетис не только для образов потому что наличие даже простых тулов как допустим мысаж клиент на сервере либо внутри контейнера сильно упрощает допустим передальное перемещение на соседние сервисы зломышлен который попал уже внутри контейнера либо внутри сервера у него уже есть инструмент которому он может условно реконнекции если у вас допустим гипотетически на сервере нет саш клиента зломышленник на него как-то попал попытался сделать саш сервер баз данных допустим у него ничего ничего не получится просто доступа нет то есть ему нужно будет заморачиваться повышение привилегий заморачиваться с установкой саш клиента и этим этими действиями он скорее всего стригеет какие-то системы безопасности и эти действия они будут более заметны чем если бы у него все инструменты были под рукой если посмотреть на современные опять же атаки которые разбираются и публично доступны в интернете чаще всего для атак используются хорошо известные тулы которые используют также используют системные администраторы то могут быть python ps tools это ish netcat тело на это и далее то есть тут не используются какие-то зловреды которые там детектица и про которые все знают используется что известно тулы так что-то я задержался безопасность во время развертывания тут главный point это управление доступом управление метками защита хранилища данных и защита и 5 кабинет доступу всегда нужно управлять именно ролями а не выдавать персонализированные учетки потому что учетки они привязаны либо к людям либо к автоматике какой-то автоматику может дикомиснуть человек может уволиться перейти в другой отдел еще куда-нибудь и вы можете забыть какие-то права у него отобрать случае ролей вы человека выкидываете из групп и естественно права у него отбирается автоматически управляем метками принципе большая часть сущности внутри кубернется она управляется вы планирует а было на 17-ой вернусь это что лейбл лейблс лейблс почти все вещи одни так или иначе декларируются через через лейбл и опять же избыточные права они позволяют либо выбрать из контейнера либо повысить свои привилегии либо захватить контроль над кластером но в худших случаях если вы дали допустим из какого-то до доступа габель не представляет чем это нужно но гипотетически такое тоже бывает безопасность во время выполнения это в первую очередь своя безопасность и безопасность на уровне приложений шрани мониторинг а сетевая безопасность это наверное такой один из самых больных вопросов потому что нужна сегментация весь трафик который явно не нужен должен быть заблокирован это такая хорошая практика а трафик из серверного сегмента из кластера в сеть интернет он по-хорошему тоже должен блокироваться потому что если зло мышечник опять же попал на сервер чтобы он во-первых не мог притащить какие-то тулы извне во вторых чтобы он не мог пробросить реже туннель а к своим каким-нибудь сенси сервером а безопасность на уровне приложения следовательно приложение должны проходить саст и даст и сканирование зависимости должны опять же фиксаться шифрование ширать по-хорошему нужно большей части в данной наверно все не сенси в данные опять же если они являются чувствительными их нужно ошифровать а б 64 это не шифрование это кодирование это нужно всегда помнить и здесь шифруйте пароли то не забывайте их окей не шифруйте пароли не храните пароли храните хэш и хэш и солить это будет лучший вариант чем шевать и мониторинг кластера мониторинг приложений это вещь важная htps это про шифрование трафика но вы какие-то данные можете еще хранить в базах данных записи допустим также я в чате видел про pc и dss допустим номера карт они должны шифроваться персональные данные клиентов должны полиции должны шифроваться а по поводу шифрования да и можно шара диски можешь шифровать на уровне файлов можно использовать потока шифрования например шкор болт условно либо кома сервисы и по моему чуть дальше мы про это еще поговорим по поводу вариантов атак на разные системы серг олег кстати ответил вопрос или не ответил отлично по поводу атак на разные сервисы наверное одним из лучших источников информации это mitra tntc к матрица и дальше подставляем название того чем мы хотим посмотреть есть адаптация в виде гостов на русском языке из тактик наверное деприкейтнутые тактики те которые уже не актуальны это выставлены в мир дашборды это доступ к уберем с дашбордом а из новых это выставление чувствительных интерфейсов это инъекции в сайт кары это заражение контроллеров что из интересного это отравление корда неса принципе наверное такого из интересного наверное все но опять же в матрице вы можете посмотреть более внимательно по пунктам самом деле большинство атак они так или иначе двигаются по матрице все они всегда бьются с матрицей зависимости от того какие пункты из каждого столбца из каждой строки берутся а да это именно по атакам на кубернетис в зависимости от того какие варианты атак на разных шагах использовались можно идентифицировать какая хакерская группировка вас такую это с точки зрения сока и респонса но это опять же это касается только бернется это актуально и для windows и для linux и все чего угодно для сетевооборудования то есть на каждый тип устройств активов фастов всегда есть своя матрица с наиболее распространенными циками первичного доступа исполнения закрепления пошли привилегий то есть креденшалом исследования перемещение горизонтального перемещения а безопасность сборки всегда прийти вся и сиди сканеры кода сканеры зависимостей не ленить это прям вот сам самый важный пункт и та вещь которая спасет вам кучу времени и кучу нервов потому что опять же большая часть атак это креды которые разработчики зачем-то за хардкодили в коде и это все собралось вы меньше меньше выложился сканеров много одну из бесплатных 3 весь нюк в принципе и какой нравится вкусовщина опять же можно на поиск секретов есть готовы те же петоновские скрипи которые позволяют вам пролопатить и гид и на стадии сборки пролопатить исходники на наличие там api ключей токенов логинов паролей и прочее захардкодили это но опять же из моей практики это наверное один из самых частых кейсов когда разработчики где-то для тестов где-то еще для чего за хардкодили криты за хардкодили токены и это уехало в гид опять же сканирование гита на наличие секретов то отдельное упражнение которое нужно делать ну наверное не совсем про безопасность кубернетится это больше про безопасность разработки ответил на просто то что со сканерами самом деле это такой кейс очень однозначный потому что сканировать можно разные на разных этапах разные вещи соответственно то есть один триви он не закроет всех всех потребностей в сканировании всех этапах или один снег допустим это только небольшая часть создание образов если вы даже дошли до того что вы собираете образы старайтесь использовать минимальные образы и мультистейдж сборку берите базу образы только из надежных источников то есть не зверь dvd и докер ком хабдокер ком окей опять же что в этот образ было напихано но никто не будет мониторить кроме вас разбираться идеальный вариант берите конь from scratch делайте мультистейдж сборку и переносите уже собранные асты в финальный пустой имидж то у вас соответственно attack surface уменьшается у вас нету лишних зависимостей и вообще все всего что вам не нужно для минимального запуска вашего приложения запускайте приложение внутри контейнеров без рут привилегий это опять же наверное самый важный point один ну один из важнейших ну что имея рут привилегий внутри контейнера становится в разы легче попытаться из него выбраться или закрепить никогда не используют теги и лейтест мастер мэйн и так далее если вы делаете релиз указать конкретно engine версия 1.22 next cloud версия такая-то wordpress версия такая-то наше супер приложение версия там конкретно то есть должна быть конкретная версия это позволит вам обеспечить а повторяемость ваших релизов выкаток в кубернетис и стейтов внутри кубернетис потому что если вы пишете лейтест кто-то запушил имидж пересобрался нули кубернет кубернет решил обновить имиджи скачал лейтест и у вас уже в продакшене совсем не совсем то что вы ожидали и использовать подписанных образов опять же это очень важный этап когда собирать образы вы можете навешать на них теки и можете делать для них еще подписи в виде хэшей и естественно когда вы выкатывать образы в этих же проверяете если не бьется соответственно значит кто-то уже вклинился в ваш сборочный pipeline и возможно добавляет что-то ненужное в ваши имиджи с которых вы выкатываете про сканирование образов как константин уже написал в чат приви анчер можно еще снег добавить безопасность инфраструктуры следующий важный шаг все безопасности хоста это в первую очередь это выбор операционной системы из которой вы разворачиваетесь это установка только необходимого по с минимальными зависимостями и эта настройка межцевого экрана для того чтобы у нас не экспозиции с лишней сервисы лишние порты и повне но это что трафик ограничить усиление безопасности кластера это выпуск сертификатов это безопасность и защита хранилище данных то что основной вариант заперститься это все-таки попасть в хранилище и добавить туда какие-то файлы которые будут запускаться при пересетании контейнера соответственно в этой ситуации если кто-то заперстился вашем хранилище вы перезапускать контейнеры пересобираете у вас сканеры сканируют контейнеры говорят что все хорошо но зло мощный продолжает жить в вашей инфраструктуре за счет того что у него есть точка входа которую он сохранил на хранилище данных хранимые секреты если вы используете вы в любом случае будете использовать для доступа к базам данным для доступа к условно к тому же редису с приложения также много инфраструктур которые я видел пользователи и администратор настраивает так что полный стоит внутри кластера редис он не выставлен в интернет до поры до времени пока кто-нибудь не ошибется не выстоит его и в него ходят без паролика без без ничего просто все пришли нули редис положили какие записи забрали и все хорошо то же самое актуально для rabbitmq то же самое актуально для кавки в принципе мем кэш чего только не вставляли про мангу не знаю наверно только ленивый не слышал когда вставляют мангу или там эластик без пароля в интернет и случается довольно смешные громкие утечки поэтому на все остается ограничение доступа и с этим чтобы и ваше приложение знала как попасть в какую допустим базу нужен логин нужен пароль это все передается через секреты опять же очень многое видел конфигурации вариации когда используют варим твари будет это лучше чем хардкодить внутри контейнеров внутри имиджей секреты но это хуже хуже чем использовать секреты и секрет менеджер учетные записи должны и учетные данные должны ротироваться периодически проверка подлинности контроль доступа ну наверное об этом не нужно полностью говорить все так понимают что пользователи должны быть минимальные привилегии всегда вот ровно столько сколько нужно человеку для того чтобы сделать конкретную задачу не больше то есть не нужно там каждому разработчику выдавать права администратора кластера дата сторож сиди ключей x509 опять же зависит на сам константин вопрос про выбор операционной системы дп норм самом деле вопрос не в том какой персон всем используйте а в том как вы ее настраивать и дп1 и ubuntu и redhat и cintos они все хороши все достаточно безопасны но если вы их настроить как настроить правильно это нужно оглядываться опять же на бест практике из того что я чаще рекомендую это с допустим l1 это всегда лучше чем настройка по статей из хамбра или это еще откуда-то худший вариант если вы берете любую операционную систему какой бы она защищена не было и настраивать ее копированием команд с какого нибудь блога с такового откуда угодно вот это всегда худший вариант того что можно сделать если вы отдаете себе отчет либо берете какие-то бест практики и документацию где описано именно какой пункт для чего нужен и вы можете четко проанализировать для чего вам тот или иной параметр и почему вы это настраиваете это лучший вариант обезопаситься по поводу безопасности это в первую очередь хранение безопасности ваших сертификатов для доступа к api это учетные записи и их защита для взаимодействия между различными экземплярами кластера и в том числе между сервисами внутри кластера и учет на записи для разработчиков то что разработчики вас все равно будут просить доступ допустим к стейджу к дэву для то чтобы трабушить что-то смотреть отлаживать и так далее в идеале если вы даете конкретному разработчику доступ конкретно найм-спейсу где живет его среда там его приложение создание поддержка резервных копий наличие копии всегда имеет смысл отмин делится на две категории те кто делает копии те кто не делает копии те кто уже делаем копии поэтому лучше бы копиться а еще лучше тестировать что вы можете из этих бэкапов остановиться зависит от того как вы развертся кубернатис а так вопросу олега по умолчанию природа кубернатис не использует сертификаты или используется писан который лучше не использовал сертификат это всегда про сама про самоподписанный сертификат и цепочку доверия то есть самом деле даже те сертификаты которые мы видим интернете они кем-то подписаны и вопрос лишь только в том что мы доверяем либо выпустившему центру сертификации либо его вышестоящему центру сертификации которому там цепочка доверия выстроил про развертывание по умолчанию опять же сильно зависит от того как вы развертываете либо хардмод развертывание кубернатис когда вы скачиваете бинарники либо собирать судного кода и запускать по отдельности либо вы берете куб спрей допустим и куб спреем запускайте по мансиму кузбук который вам разворачивает кластер тут сильно зависит от пути развертывания и может по-разному очень быть фигурации итоговая очень важный момент еще который хотелось бы прямо подсветить это использование мтлс для взаимодействия сервисов очень редко я вижу что кто-то настраивает чаще всего на ингрессе то на входе в кластер терминируется сл-тлс соединение и дальше внутри кластера трафик бегает не ошифрованным открытые http запросы да это работает да это наверное такой упустимый кейс если вы уверены что ваш кластер никогда не будет скомпрометирован ваше приложение когда не будет скомпрометированный злоумышленник не попадет внутрь кластера не сможет на подок запустить не знаю условно варшарк и просканировать проходящий трафик во всех остальных случаях мтлс и взаимный обмен сертификата между сервисами он защитит ваш трафик прослушивания без злоумышленника внутри кластера в данном курсе еще есть отдельно большая секция про предшествия с менеджмент и про противодействие внутреннего злоумышленника и это случае шифрования трафика это позволит некоторых кейсах защититься и от внутренних злоумышленников компании про секрет как-то из казалось бы 64 которые и в кубернете секрет используется это не про шифрование это про кодирование то есть те секрет которые есть они вполне бы 64d кодом они разворачиваться в плане текст лучше использовать кмс провайдеры сильно зависит от того где ваш кубернетис будет жить это может быть журовские гугловые амазоновские кем-менеджмент сервисы либо это может быть хашкор полт если вы допустим хотите не зависит кого-то провайдера конкретного либо есть еще на что других секрет менеджеров который позволяет вам поток его секреты шифровать и расшифровать а тут опять же вопрос вкусовщины вопрос чего вы хотите то есть вы хотите использовать нативные для вашего провайдера средства либо вы хотите иметь возможность сделать лифт-эн-шифт то есть поднять инфраструктуру и перенести там в с google с угла в ажур либо делать мультиклауд какую-то инфраструктуру которая будет жить одной ногой допустим в ажуре другое в гугле то есть от этого будет зависеть уже чем вам будет проще удобнее шифровать но секреты всегда должна шифроваться шифроваться надежно у хашкорпов в их документации есть отличный гайд по харденгу environment а где будет разворачиваться волк и по защите в том числе от действия администратора забегая совсем другую тему хашкорпов использует разделение разделяемый секрет то есть один администратор он не сможет условно получить доступ к всем секретам которые волтом хранятся волте и зашифрованы потом то есть нужно чтобы в доходной конфигурации выпускается волтом выпускается пять ключей для дешифровки для того чтобы и расшифровать данные внутри волта нужно собрать минимум три из пяти это позволяет защитить в том числе и дата администраторов внутри компании кубернете опять же есть свои механизмы по управлению секретами по их ротации не стесняйтесь использовать это всегда всегда хорошо лучше отротировать чем чем хранить вечный секрет может узнать в какой момент он был скомпрометирован либо бывают ситуации когда секрет может оказаться словарным либо коротким тем помню что условно пять лет назад пароль там 78 символ считался найден сейчас пароль над 20 символов вполне собрали где картами вернее хэш пароля их там над 20 символов современными видеокартами очень быстро перец перебирается и стоимость атаки она копеечная но здесь мы видим что секреты не в бэйс 64 то есть на самом деле мы можем эту строку секрет скопировать сделать бэйс 64d код и он нам покажет план текстом что в наших секретах лежит то есть это не шифрование это именно кодирование всегда нужно когда вам приходят разработчики тестировщики и админный баз данных либо еще какие-то люди которым нужен доступ к вашему кластеру либо другие девопсы которым нужно совести технологическую четку для гитлаба арга либо еще чего-нибудь тебя нужно понимать что они хотят делать в каком спейси в ком пространстве имена и хотят работать и какие права нужны не только исходя из понимания что им нужно выдавать именно те привлечь которые нужны для этого отличный пример это наверное одна из самых известных фраз в русском языке который начинаем с которой начинается изучение русского языка это мама мыло раму то есть у нас есть а мама которая моет объект раму то есть три сущности в кубернете это работает плюс минус также то есть мы делаем политику делаю политику связываем с ролью и роль связанным бинтингом с объектами в классе соответственно мы можем из текущих манипестов пить что допустим на класть роль мы назначаем возможность get watch list для чтения секретов и потом привязываем эту роль к группе дев админы очень часто администратор кубернете ленятся и вербах представляет не конкретный список того что нужно пользователям а оставит допустим звездочку то есть берите все что нужно не жалко это практика плохая потому что это избыточные привилегии это путь к злоупотреблению либо в случае опять же компрометация учетной записи человека на которую эта политика навешана это путь к повышению привилегий собственно то о чем я говорил ресурс операция субъект ресурс это поды ноды конфиг мапы секреты деплойменты демонт с этой и все что все что у вас может быть внутри кубернете сущности операции это get list create update delete escalate патч и так далее и субъект это пользователи группы и сервис на аккаунты и соответственно оперируя тремя сущностям вы можете создавать политики которые будут вам подходить под ваши задачи если вопросы не снять задавать чатики если вопрос нет значит либо все понятно либо вообще ничего не понятно либо вечер и все устали не забывайте до константин с permission менеджером встречался как бы но инструмент да как множество других если я не ошибаюсь возможно там чуть дальше к этому подойдем моментов не забывайте свой контролл плен защищать ограничить ему доступ потому что несмотря на то что контролл архитектурно собран довольно неплохо он опять же более менее защищен вход ограничивается сертификатами но всегда есть возможность зароды есть возможность и утечки сертификатов так далее поэтому не забывайте ограничить доступ не забывайте ограничить доступ к раскрытию метаданных может опять же у вас может стать версия устаревшая вы по каким-то причинам можете не иметь возможности обновить свой кластер а дополнительная информация и и раскрытие но всегда поможет злоумышленнику искать обходные пути как можно воздействовать теперь пройдем по безопасности кластера это настройка сертификатов хранилище данных безопасность шарования секретов ротаться ученых учетных данных контроль доступа и рбак минимальной привилегии всегда очень больной момент с дэв стейдж альфа бета развертываниями их обычно просят временно развернуть потестировать перед выкаткой в production а да я про него как раз и говорю постоянно с бенчмарк вопросу энди и по харденингу использование рекомендации cc center for интернет security это наверное один из самых полных гайдов по тому как можно укрепить вашу инфраструктуру вашей асты но опять же от уровня зрелости процесс зависит до к уровня по cc с вы можете их родить если l1 он в принципе плюс-минус подойдет почти в любую компанию то с l2 допустим скорее всего разработчики к вам прибегут с криками что вы нам все поломали у нас ничего не работает и есть один опять же важный момент так а в топик к теме про приручек с менеджмент карденинг инфраструктуры это только одна малая часть от того что вам нужно сделать потому что зло мышечник может атаковать как ваши сервера лоб так он может атаковать ваших пользователей и если не за харденин допустим рабочка администратора с которой он будет подключаться к кластеру к серверам и управлять им то я скорее всего можно будет взломать достаточно легко и захватить счетные данные то есть делать аккаунт takeover либо забрать сессию у него и после этого атаковать ваш кластер независимо того насколько он за харденинг имея валидные креды и валидный доступ к кластеру или к инфраструктуре так вот возвращаясь к альфа-бета тестирование к dev-environment не забывайте их закрывать лучше всего их не выставлять интернета оставить допустим накрывать в пеном накрывать и будет сказком зарат раз там еще чем-нибудь чтобы только ваши доверенные людям лица могли прийти и именно и потестировать все вещи вы не забывайте ставить обновление может большинство проблем чаще всего возникает именно из-за не установки обновлений что безопасность опять же узлы под и нужно изолировать нужно трафик максимально рестриктить в идеальной ситуации опять же если мы отойдем на шаг влево у куберница есть разные вариации это допустим куберниц ванильный это допустим ранчер и допустим кому-нибудь каждая версия оркестратор она имеет свои особенности и видение вендора как нужно это реализовать допустим тот же окады по умолчанию запрещает выставление через ингресса напрямую требуется давать дополнительные роуты для того чтобы приложение можно было заэкспозить за пределы кластера и свой трафик внутри допустим у кд он по умолчанию заблокирована не рекламу кд это наблюдение и один из подходов как можно реализовать сетевую безопасность вы блокируете весь свой трафик и потом начинает открывать то что вам явно нужно это лучше чем да вы открываете все и начинаете блокировать то что не нужно вопрос для проверки можете в чат написать если не сильно утомил ответы на вопросы основной сущности рбак этапы жизненного цикла приложения в кластере и минимальная сущность куберниц с куберницом в рамках импортозамещения все хорошо потому что куберниц он open source вы можете его скачать развернуть и в отличие допустим от решений хашкорпа на куберниц не заблокировали доступ с российских айп-адресов это к вопросу энди о импортозамещении куберниц с точки зрения взаимодействия допустим с okd с редхатом чуть сложнее потому что редхат не уверен но вроде как ушел с рынка и есть допустим тот же декхаус честно в живую не сталкивался одно рассказываю что вроде как неплохо ну и решение есть плюс минус кодовая база одна и та же но может отставать допустим фичи of api которые условно будут в последней версии куберница их может не быть допустим в том штурвале ключевые тезисы по предыдущему топику это помним про минимальной привлегии сегментация и ограничение трафика по умолчанию и шифрование секретов это то что поможет нам жить чуть спокойнее чуть безопаснее отлично константин с дмитрием ответили на все вопросы какие-то вопросы или можем идти дальше если вопросов нет ставьте минусик пойдем дальше окей на безопасность время выполнения psp psa pss нет поговорим про рантаем psp psa pss psp это уже legacy и фича а на смену которые пришли и пса и пса это под security допустим у нас есть приложение на это приложение упаковали в образ и мы этот образ хотим выкатить к нам в кластер оба норов начал работать но есть мы не хотим чтобы у нас внутри нашего имиджа была рут учетка мы не хотим чтобы давать допустим какие-то избыточные привилегии разработчик вот докер файли показал что ему там нужен на нотворк привилегий допустим у его приложения зачем-то человек скопировал словом со стокерфлова не подумав добавил там пришли скалы шин внутрь контейнеры внутри имиджа и в файлах мы всего этого не хотим потому что мы хотим выкатить наш пластер в продакшн приложение безопасное за хардейн и засекюрена остается мы хотим разработчику показывать ошибки и не давать выкатывать то что мы считаем небезопасный строк мы пишем под секьюрити политику либо без и политику бесс опять же название сильно зависят от версии губернатора стоят но сущность внутри она плюс-минус не сильно отличается и мы можем в секции показать методата на имя которому будем обращаться к нашей политики в спеках мы описываем что мы хотим какие политики мы хотим зафорсить допустим хост apc запрещаем хост пиды запрещаем привилегированные функции внутри контейнера да это как раз те политики через которые будет прогоняться манифест и соответственно если манифест расходится с той политикой кто мы форсим будет оказываться ошибка и блокируется выкатка это к вопросу олега о том что эти политики будут работать выше чем то что описано в манифестах а если запущено но к сожалению вы стим уже ничего не сделаете но на следующем на следующем выкатке вы можете об этом залертить узнать то что выкачено вам нужно будет анализировать манифесты анализировать исходные годы это отдельная работа уже а у вас может получиться такой нюанс если вы допустим на namespace политику накатите и у вас кубернет в какой-то момент решит перерестартануть ваш под вас холст чеки перестали отвечать он убьет под попытаться дать новый и свалится с ошибкой то есть вас будет цикл из пересадания перезапуска пода и он не сможет подняться и в этого опять же в логах увидеть вы можете выставить привилегии и вы хотите сказать что допустим пользоваться который работает внутри контейнера должен быть не рутом круту допустим вы можете и рут файлу с тему внутри контейнера сказать что она будет либо ритон либо не ритон ли после этого вы данную политику связывайте с кластер ролью и кластер роль обидите на допустим на группу либо на namespace тому объекту которым вы хотите применить допустим сброс всех видитесь на на объектах тип локал хост профайл мой профайл и контексты которых мы применяем сетевая безопасность опять же написан сервисы и запрещаем сервисом ходить туда куда им не нужно это к вопросу допустим вас в подиа может жить какой-нибудь бэкэнд эти спрашивают обязательно ли опыт работы как девопс девопс это не про позицию это больше про методологию и тут вы если у вас вот чувствуете что хватает сил знаний решать задачи но как бы нужно брать и решать на все остальное ну должности лычки могут называться по-разному какие-то компании называют системный администратор позицию хотя по сути человек внутри работает диопсом это сильно зависит еще от кадровиков внутри компании как они те позиции на которые они берут люди людей потому что если не ошибаюсь там законодательность какие-то нюансы с названием должностей из должностной инструкции а пусть многие компании берут разработчиков и не разработчиков девопсов и оформляют как бэкэнд разработчиков потому что по сути задачи которые делают бэкендеры в компании и задачи девопсов то и те и другие занимаются сопровождением и написанием кода для работы бэкэнда просто разработчики пишут этот код на услугу не руби еще чем-нибудь а девопсы пишут яму манифесты и ансиба плейбуки то есть отличается язык но конечный результат это работающий бэкэнд так вот возвращаясь к вопросу всего безопасности у нас есть допустим два года под с бэкэндом под с каким-то и пи им но который не должен допустим взаимодействие бэкэндом и мы не хотим чтобы под а мог дергать какие-нибудь api колы в поди бы соответственно мы можем на уровне сервисов restriction namespace заблокировать трафик либо наоборот разрешить тем моменты опять же нужно продумывать нужно рисовать архитектуру нужно анализировать датафлоу который вам нужен и на основании уже датафлоу применять какие-то политики и restriction для сетевой безопасности в кубернете есть множество средств это калеку и стёфану силиум можно запихать консул хотя консул это наверно больше про работу внутри в рамках номада если мы там крепкого хашкорб стек можно использовать трафик как вариант ингресса кипроутер и бивейф нет и множество других решений опять же из того что чаще всего видел это калеку и стёф плану цилимов видео прям буквально пару на свой опыт и очень много консулов трафиков но опять же тут прям сильно вкусовщина работает плюс-минус одинаково функции опять же если вы там не супер enterprise которым нужны какие-то супер специфичные вещи вам хватит любого из любой из вариантов подойдет если у вас есть какие-то супер специфичные требования скорее всего у вас будут уже ресурсы для того чтобы дописывать свои сена и допустим что-то делать а все безопасность сразу это входящий исходящий трафик для подов стандартизация меток для приложений это обязательный пункт а про метки нужно рассказывать не нужно окей в кубернете большей сущности и еще и управляется через секунду я наверное прыгнуть назад так 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 сущности это методата и лейблы с лейблами наверное надо прям сильно назад прыгнуть где-то у нас лейблы были секундочку так да вот у нас лейблы есть и соответственно мы на основании этих лейблов можем делать какие-то настройки наше приложение их могут вычитывать сущность лейблов она в чем-то похоже на если линукс если и внутри линукса работали ориентируются то есть мы можем отлейблить процессы файлы и любые сущности навесить на них лейблы и в зависимости от их лейблов эти сущности будут между собой взаимодействовать это вот так если прям совсем просто и грубо сказать соответственно лейблем лейблы желательно использовать плюс-минус стандартизованный чтобы нам было понятно для чего конкретный лейбл используется и в каких случаях он избыточным в каких случаях он необходим и политика отказа по умолчанию это прям вот мастер вопрос для проверки три базовые сущности правил из практик написания политик ролей и для чего нужно настраивать имитацию можете пока в чате к писать а мы пойдем дальше так ключевые тезисы запрещаем все что явно не разрешено всегда только минимально необходимый набор прибегий и никогда не используем шареные аккаунты даже для тестов даже если сильно нужно срочно даже сильно хочется у каждого аккаунта и стиме если это сервис на каунт каждого аккаунта есть имя сервис так он не должен от свечи где-то еще вопросов судя по отсутствию активности все уже окончательно устали итак о наверное кубернессу на сегодня все и немного расскажу про команду и про программу курса процесс обучения у нас будет выстроен онлайн все материалы сохраняются в личном кабинете записи домашки и лабораторки и все доступно для вас будет в личном кабинете и они там останутся даже после качать курс домашние задания есть на большинство тем и даже на все наверное сейчас могу соврать на дмитрий ответил на первый вопрос целостная доступность консенциальность замечательно я уже думал никто не скажет три правила а домашние задания не всегда помогают закрепить материал который был на курсе разобран в процессе обучения вы можете задавать вопросы по материалам лекции по домашним заданиям также у вас будут фидбэки по домашним заданиям время на обучение это от 4 академических часов на занятия в неделю и 48 часов на домашнее здание в неделю программа занятия на постоянно обновляется в зависимости от запросов зависимости от того какие технологии они актуальны и чем пользоваться что пользоваться спросом секундочку так так вот такая вкладочка это наш лендинг курс по внедрению работаете где все копс начинается 30 октября срок курса 5 месяцев занятий понедельник следов 20 часов о москве курс подойдет для разработчиков деопс инженеров тестировщиков архитектор специалистов информбезопасности и принципе для всех кому кому это интерес может быть интересно необходимые знания было бы неплохо если владеете гитлапом дженкинсом опыт работы с гитом а неважно github гитлап либо просто гид и желательно ориентироваться какой-нибудь инструменте автоматизации ансибл шеф папит что нравится по поводу вакансии то сверить хантеру 1000 вакансии актуальных есть 90 рублей для джунов 200 600 200 тысяч для senior level полагаю для сеньоров вилки могут быть и выше а а программа есть на лендинге мы сейчас разбирали топик из секции интеграции работы с инструментами в рамках девс и копс тема так и так и так и так безопасность кубернетиса не вижу не вижу не вижу не здесь так вот разработка безопасных контейнерных серверов с приложений обеспечения безопасности кубернетис и тот же из тех которые лабораторки что меня потянуло в интеграцию работы с инструмента безопасности буквально недавно пересматривал материалы и актуализировал по нгфв с анбоксом и пришел с менеджментом для управления привилегиями недоступом и в конце курса у вас будет проект в этот проект будете делать защищать и после защиты проекта вы получите и сертификат наша команда преподавателей все преподаватели являются людьми с практическим оптом сергея тирешин специалист по решению безопасности checkpoint mcafee группа ib microsoft работа с оптом работы больше 14 лет 10 лет проработал в транснефть ребята наша команда мой профайл преподаванием поэтому можете зайти ознакомиться посмотреть то наш текущий вебинар и где-то здесь я видел сертификата и вот примерно такой сертификат вы можете получить после окончания курса следу комментариев олега не устали просто не хватает знаний по кубернетису для всего безопасника в летать где все копс очень сложно тут гораздо проще с админа на самом деле наверное соглашусь могу про свой опыт рассказать это было прям очень давно но я в безопасности в девопс и все копс приходил из красный парка из телекомов вполне решаемо вполне реально главное желание и чуть терпения константин ну с точки зрения все просто кубернется писает ссс так прочее на самом деле все вот эти вещи касающиеся фст к писать ссс сокса и со прочего это отдельно большая глава чаще всего опять же в крупных компаниях такими вещами занимаются не девопсы а есть отдельно команда compliance которая раз с точки зрения лигала с точки зрения законодательных требований нормативки помогает и подсказывает что должно быть как должно быть настроено и уже девопсы и дефекопсы и инженеры разработчики безопасники доводят инфраструктуру до того состояния которое требует законодательно олег написал а если шаришь за администрированный linux и кубернете захотеть по цис проблем не будет настроить сегментацию прочь тоже да на самом деле все это как вещи не сложно это не какой-то rock science все решаем это все делается просто этим нужно сесть заняться и сделать по списку литературы надо будет подумать наверное после того казать будет опубликовано мы ссылки пробуем добавить по литературе олег как я понимаю для успешного старта нужно администрирование linux знание облаков знания кубернете питон гоу ну на самом деле linux базы знания по автоматизации плюс-минус должна хватить может облака по сути это просто чей-то чужой сервер то есть в облаках там какой-то супер сложности нету по кубернете одну базовые вещи вы можете как раз в курсе разобрать питон гоу ну опять же если есть база это это хорошо это упростит жизнь если нет ну как бы питон это не настолько сложный язык который невозможно прочитать то есть в это очень быстро можно прыгнуть так чтобы не сильно скатываться в инфа цыганство но это все добыл это решаемо и как обещал немного карьерной информации на октябрь двадцать третьего года на хантере 237 вакансий для соискателей в россии медиана зарплата 130 тысяч плюс но опять же это зависит сильно от уровня то есть насчет стендов не уверен к вопросу энди 24 на 7 это наверное нужно будет уточнить скорее всего да думаю 24 на 7 должно быть доступно что не вижу каких-то причин до чтобы они были недоступны аналитика одессе и естественно со ссылкой на лукацкого диопса эти все копсы и естественно то что востребовано на рынке большие возможности для карьерного успеха это девопс это дата менеджмент это циск и dbs cyber security и по поводу тренинг тренингов но с этим тоже смотрим гиперконвергентные инфраструктуры клауд салюшены яй в мвс кал с дивана то есть девопсон важен для карьеры он требует меньше фортов чем допустим китай даваны либо вымара можно отойти чуть к требованиям работодателей основные навыки это трет моделинг это сас даст сей цис ну кстати можно ориентироваться еще посмотреть на нист стандарта но опять же принципиальная разница и рекомендации по харденингу от сис и от миста больших различий нет опять же там вкусовщина конфигурация харденинг секрет сертификат менеджмент рестапи в аппликейшн фаерволы next generation тестированные проникновения 7 и форензика и большая часть она как раз покрывает покрывается текущим курсом это next generation вафу и вопрос энди а стандарт танц опять же стандартов их очень много они все разные принципе с нравится санс можно смотреть на санс нравится допустим в райзен можно смотреть на березен в райзен это американский телеком который выпускает свои свое видение о харденингу по безопасности в том числе у них допустим ежегодные аналитические отчеты по security они очень толковые классно сейчас если мы сядем перечислять вообще все организации которые могут выкатывать рекомендации это стандарты но это очень много будет вопрос дмитрий зачем дефископс узнать и работать всем кроме общего развития тут вопрос о том что понимать по тем с одной стороны 7 это чаще про инструмент для безопасников где они коррелируют какие-то события и пытаются выстраивать цепочки событий с точки зрения дефископсу и все копса работа 7 либо с лог менеджментом она важна для того чтобы у вас было визбить понимание того что происходит с вашей инфраструктурой как работает ваше приложение если допустим повернуться чуть больше в сторону девопса либо саргей то насколько хорошо ваше приложение работы а вдруг вам приложение что случилось оно начало пятьсоте там треть пользователей ваших это на вот вы когда на сайты заходите в интернет все видите пятьсотку раз-два отписывал там рефреш 0 закрывать страничку этим какой-то плохой сайт поломанный не работает и уходите и скорее всего вы на этот сайт уже не вернитесь чтобы примитивно видеть что что-то идет не так либо делать какой-то prediction о том что через пару минут у нас начнутся проблемы у нас там сервис развалится и вообще нагрузку не выдержим для этого нужны мониторинг для этого нужно нужен сбор логов и когда вы наконец-то упадете опять же вам чтобы ретроспективно понять почему выпали что произошло тоже нужны будут логи нужны будут метрики поэтому метрики и логи они нужны но тут главное еще в них смотреть и пытаться понять что с тем делать спрос от энди и все это рекомендует низ опять же и все это сс они где-то в рекомендациях могут сказать официально не требует низ у них есть набор своих требований которые должны соблюдаться и тут вопрос либо в эти требования соблюдаете и можете ответить на их вопросы либо либо не можете просто лего нужно еще наверное интегрироваться с командой сок и логи ему давайте помогать в расследованиях опять же зависит от уровня зрения зрелости компании ну да если есть сок если есть кому отдавать события но всегда лучше чем не отдавать никому события просто тенди отношение к по консорции или платная ваша практика не совсем понял про то что в скобках практика в смысле то что у курс платные либо либо это мой опыт на самом деле решение есть хорошие опенсорс и есть хорошие решения коммерческие я использовал те и другие решения когда-то работал под флагами редхата и занимался продвижением и опенсорсом тоже опять же много занимался и том числе там участвовал в комьюнити проектах под каждую задачу свои инструменты и тут сильно зависит еще от одного момента опенсорс решениями если вы что-то разворачиваете это будет ваше решение ваш продукт ваш solution и ваши проблемы то есть к вам скорее всего никто не придет то есть вы можете пойти на форум просить помощи но помогут вам не помогут это прям вот сильно зависит будет настроение у комьюнити будут помогать не будет но не будут помогать случае коммерческой поддержки вам всегда гарантированно гарантирую на слое гарантированно вам придет инженер попытается помочь либо он решит либо если не решит ваш вопрос вашу проблему все равно возьмут работу будут с ней пытаться бороться и вам дадут какой-то съем или атаки я если честно не совсем понимаю вопрос если можно уточнить бы его так дальше у нас скриншоты с вакансиями окей дмитрий не понимаю взаимоотношений между сок и девопс сок это команда мониторинга самом деле в большинстве компании есть опять же зависимости от размера зарелся компании есть несколько команд мониторинга это группа мониторинга глобально смотрят за бизнес приложением за метриками группа инфраструктуры мониторинга который смотрят что серверами что в дата-центрах с температурой пожаротушение прочие вещи есть группа network мониторинга кто смотрит за каналами, сетью, северным вырублением. Есть группа security мониторинга, которые смотрят влоги от security систем. И DevOps, они должны чаще всего взаимодействовать почти с всеми командами. Логи, которые отправляются... Так вопрос у Дмитрия, зачем DevOps будет отправлять логи соку, которые связаны с атаками? Тут с соком нужно будет обсуждать, какие логи нужны, каких точек их собирать и в каком виде их отправлять. Тут прям сильно может зависеть. То есть, да, скорее всего, допустим, соку не нужны логи по приходам, не знаю, рекламных ботов, либо потому что там пользователи заходят на главную страничку и получают там, не знаю, какую-нибудь информацию слайдинг, условно. Но, допустим, соку, скорее всего, будут интересны аудит-логи и доступа к санктивным данным, попытки создания там на серверах, особенно в volume, допустим, каких-нибудь файлов, данных, попытки доступа на чтение к секретам. Это те вещи, которые могут заинтересовать сок и которые, скорее всего, не попросят вас отдавать. Так, вопрос от Олега. Вот, исходя из требований обладателя, DFC COPS, насколько много занимается написанием манифестов, развертой бухгалтеров, различных плейбуков для антибла или это все-таки DFC COPS, это больше речь про анализ этих манифестов, анализ структуры, настройка NGFV, PAV и так далее. Зависит от компании, везде по-разному. Но есть компании, где DFC COPS пишут, и есть компании, где DFC COPS занимаются больше анализом. Поэтому тут смотреть нужно именно, разговаривать с обладателем, что они понимают от DFC COPS. Потому что есть такой анекдот, мем, про то, что требование к позиции DevOps это не требование к одному человеку, это требование к IT-департаменту. Поэтому тут все компании могут по-разному понимать. Ну, допустим, вот вакансия DFC COPS инженер. Видимо, компания хочет, чтобы он разбирался с VAST TOP 10. Это топ-10 популярных атак на приложение с послодов эксплуатацией. Опыт работы с SAST, с SIA, DAST и так далее. Опыт написания скриптов на Python Bash, WAV, GIT-ы, CICD, Docker и Hardening, Ansible, Linux. Ну, больше похоже на то, что человек будет писать плейбуки и в свободное время тюнить сканеры, чтобы они по, допустим, самым популярным атакам прогоняли приложение в процессе, там, сборки, выкатки. посмотрим на следующую вакансию, но опять же, па-ба-ба-ба, уверенное владение командной строкой Linux, Bash, Python, TCP, DNS. Тут больше, похоже, не одна где все копс инженера, больше такой о, девопс, наверное, с каким-то таким системно-администратором гибрид. Поэтому вакансии на самом деле очень разные. Требования тоже первый сеньор был. Где все копс инженер? Поэтому сильно может отличаться, специфика компании тоже может отличаться, стек, но вот кто-то хочет АЖУ, кто-то же CP, кто-то АВС. Допустим, я ходил как-то на собеседование. Очень многие хотят разворачивать, допустим, Kubernetes на железе там в своих датцентрах. Тоже это может иметь место жить, но такое себе. Опять же, Kubernetes, потому что, опять же, могу свою точку зрения озвучить, не позиции компании или еще чего-то такого. Но использование Kubernetes на своем железе, оно либо должно подразумевать, что мы свободный железо будем перепродавать, либо как-то странно. То есть пытаться, допустим, приложение делать upscale и downscale автоматически, но без утилизации ресурсов странно. Потому что в случае, допустим, того же Azure, GCP, AWS, использование контейнеров и автоскейлов, оно имеет смысл, потому что с точки зрения клиента мы можем стоимость инфраструктуры уменьшать вне пиковых моментов. В пиковые моменты мы можем платить больше, но получать больше ресурсов. С точки зрения компании это возможность продавать больше ресурсов. условно у AWS допустим есть сотня клиентов, из них у 10 пиковая нагрузка в начале месяца, у 30 в середине и там у 70 в конце. Соответственно они могут делать переподписку, то есть продавать ресурсов больше, чем у них фактически есть. И в пиковые моменты всем хватает, в не пиковые моменты у них есть запас под свои нужды. Окей, про позиции рассказал, про карьерные возможности рассказал. цель вебинара у нас была познакомиться с новыми средствами обеспечения безопасности кубер найти как считаете мы достигли цели достигли к сожалению наверное как-то быстро все это было не сильно по верхам но я пытался максимально уложиться в отведенные полтора часа времени. немного рефлексии с какими впечатлениями ходите с вебинара и будете применять на практике то что узнали в вебинаре на самом деле даже те вещи которые гипотетически используют в кубернетисе но там сегрегация привилегий в принципе меньших привилегий запрет трафика который нам явно не нужен это применяется не только в кубернетисе там может применяться где угодно я думаю всегда можно это применить при желании старт обучения запланирован на 30 октября 23 года по куару доступна ссылочка на регистрацию спасибо за внимание и я сейчас в чате пошарю ссылочку если не сложно пройдите опрос мне всегда будет интересно узнать ваши отзывы впечатления если есть вопросы я могу какое-то время попробовать поотвечать можете поставить плюсик если вопросы есть и нужно время написать написать минусик если нет и я тогда завершаю вебинар окей отлично всем спасибо хорошего вечера пока пока не забывайте не забывайте Продолжение следует...